Евангелие от Марка, 3 глава 30-31 сфер. Говорили, в нем нечестный дух. И пришли матери, братья его, и стоя вне дома послали к нему звать его. То есть Христос ненормальный, сошел с ума. Вот это можно было в Евангелии-то не писать. И притом, кто его таким-то считал? Ни враги, ни форисеи, ни Иры. Богородица. Когда доходишь до полного смысла, да не может того быть. Как, когда она знала, что Ангелия являлся ей? Она прекрасно знала, что он спаситель мира, как его наречить, что она дева, она это все знала. И теперь она приходит с приемными сыновьями Иосифа, чтобы взять его, свезти домой. Вот тогда не было того, где он был решен. А то бы они его в психбольницу отвезли. Вызвали бригаду медицинскую. А почему так случилось? Вот прочитали, пробежали. А ведь она не на пустом месте, и Богородица-то это все так подумала. Поведение Христа было сегодня, сказать бы, неадекватной обстановке. Он делал совершенно не так себя, как ведут простые нормальные люди. Но хорошее отношение. Ну поддержите хорошее отношение. Тебе что, своих бед не хватает? Все государство управлялось Иродом. И была партия Ирода. Считают, что его считали за Бога, как он сейчас в Миссарионе. Были Парисеев и Саддукеев. Парисеев был ильтар, апостол Павел. А Саддукеев никто. Ну это сектанты сегодня. Ну, определенные же порядки какие-то везде были. И все поддерживали какие-то отношения. Не до ножей же все доводили. Где Христос появлялся, мгновенно все сразу кипело. Он говорит, я мирный, он божественный Соломон. Почему же мира там не было, где Христос был? Когда написано, мир на земле человека благоволением. Ну посмотрите, где он появляется, Христос, где там мир был. Я не говорю об учении христианском-то. Вообще, две тысячи лет, где христианцы, там всегда воины непрерывные идут, крестовые походы, инквизиция. Но сам Господь! Мы не можем навести здесь никакой критики, а просто разобрать это. Почему? Ведь установились уже добрые отношения. Все нормально. Христос заходит в храм, в синагогу сказать. Господи, мы же в синагогу сделали эту школу для обучения. Что тут плохого? Ничего плохого нет. Посмотрите, когда евреи берут Священное Писание, оно в определенном месте. Свиток, завернутый в материю. Проповедник должен голову накрыть. Чистыми руками. Чистым телом должен быть. Он сделал все, как даже ни одного замечания нет. Нормально. Начинает читать. И глаза всех устремлены на него были. И все засвидетельствовали, что благодать. 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 Но когда он стал говорить людям, какие они и есть, что были, Бога избранный народ стали хуже безбожникам. Во всей стране не нашлось ни одной вдовой, а тогда бились, война за войной шла вдовами, переполнена земля была. Не в семейную какую-то обстановку не было посты на Виян. А в Саре, в Песедовском, это за границу. Почему? Ответ-то ведь один. Не нашлось. Язычники, которых презирали, они оказались на несколько порядков выше. Но вспомните теперь Елисей, но исцелил прокаженного, да. А были еще прокаженные? Масса. Речь идет о миллионах, даже сегодня. А тогда, когда не было лепрозориев, лечебниц прокаженных людей, сколько же их тогда было? Ну почему Елисей никого не исцелил? Ни одного. Хотя в его великих чудесах написано на Библии о том, что на нем дух вдвойне сомневаться не надо, чем на Ильи. Но исцелил-то сириянина. Там Сидон сказал, почему? И когда Христос сказал это, те слушатели, которые рядом были, слушали, смотрели, радовались каждому слову, мгновенно переменили отношения, вспотели Христа. Ну кто-то первый вспотел, кто-то второй. За одежду, за руку его, может за волосы. И потащили, написано. Повели его, чтобы свергнуть с горы, на которой стоял город. Но тут уже Бог совершил чудо, он прошел сквозь них и ушел. Почему так обстановка меняется? Вот Степан говорит, всю историю еврейского народа они слушают. Ну кажется сейчас, и так, братья, верьте во Христа, пришел Мессия, и все бы закончилось. Степан прошел бы домой, отобедал и лег спать. Он мгновенно меняет речь и говорит, вы племя злодеев, сыны погибельные. Такими же словами говорит почти как порок Исаия. Кого не гнали отцы ваши? Вы распяли предвозвестившего. И начинает все. И они мгновенно сводили камни и побили. Апостол Павел проповедует. Мирная обстановка, в стране нормальная, все. Он начинает говорить. А потом говорит, и Господь сказал, не примут тебя здесь. Я пошлю тебя далеко к язычникам. Здесь они слушать не будут. Они самосвяты, пустосвяты. И сразу же забросали пыль выше головы, он не должен жить. А это ученики Христов. Они поступили точно так же. И поэтому нормальные люди считают, это ненормальное поведение. Но ты мог бы этого не говорить. Ну, сказанные, пожалуй, зачем ты их раззадорил, раздразвал псов? Ну, ты узнал, что не примут. Господь-то ведь знал. Ну, Господи, ты в храме порядок не наведешь. Там же церковники, деньги любят. Биш стоит, сплетает, считает, что ремонт был. Веревки брошены были, он сплёгнул. Какое там бишь сплести из веревок-то? Ясное дело, что не толки. И как он начал выгонять волос и продающих, и покупающих? То есть, видимо, попало к ним крепко. Ясное дело, что они не могли на этом успокоиться. Ненормальные. Приходили люди и говорят, это твой сын, забери ты его оттуда. Ты посмотри, что он делает. Куда они появятся, везде смутан. Пыль до небес идет. А вот теперь мы и посмотрим. Оказывается, все, которые не принимали Христа и Его благовестных, это самые настоящие весноватые люди были. Они как раз и были. Все перевернуто в сознание людей. Мне близкие даже люди говорят, да ты мог вот это не говорить? Ну да ты видишь, человек не принимает. Ему же сотни раз говорили, без пояса нельзя ходить. Все приезжают, все идут так. Ну ты видишь, он на своем настаивает. Он совершенно чужой устав был. Я все равно скажу. Скажу любви от тебя. Не делай этого. Приструни, чтобы больше к тебе не ездили. Не ездили. Не хотите наблюдать уставы? Нахалы. Не ездите больше сюда. Беззаконники, бесчинники. Найди им имена какие-то. И все на этом кончилось. Почему он не бросает свое дело, а я должен это бросить? Вы пришли к готовому уставу. Уже начато было. Главная основная деревня, вся трудность была здесь. Почему ты нарушаешь? Что там какая-то польза? В этом спасение тебе. О вашем уставе спасение. Не надо рассуждать, ты подписался. Тебе не нравятся 360 брошенных деревень? Начинай. Но ты же знаешь, что ничего не оснуешь. Тебе не набрать этого общества. Ничего не будет. Тебя сочнут за ненормальными. И когда мы начинаем строить, потеряем. Когда нас считали в год. Смехнулись. Парсом у виска крутили. Разор. Города пустеют, а вы какую-то деревню строить будете. Вы сумасшедшие. Ненормальные. Авантюристы, карьеристы. Как угодно нас называли. Но у нас стоит 18-й год. И устав должен быть соблюден. Я прошу и умоляю Христом Богом. Соблюдайте устав. И главный упор сделайте на себя, а потом на детей. Вот перед вами стоят две девочки. Вот они сейчас тут дребнут. Святые Божие, святые крепкие. Три поклона. Еще. Пять. Потом еще десять. Не, нового поклона не делают. Вы еще не видите. В окно не заглядывайте. Ребенок все время оглядывается. Я его поставил в определенное место. Сегодня он воворачивается, ему не видно ничего. Перед ним про стенок и дядя. Он на сто восемьдесят процентов разворачивается и смотрит. Там нет небеснования. Он ничего не видит. Там ничего нет. Но момент наступает, я уже по времени смотрю. Я замечаю. Ровно через семь минут он оборачивается назад. Оборачивается опять. Вывернул голову. Посмотрел не на нас, а в окно опять встал. Вот он стоит рядом. Я после каждого моего служения подхожу и снова показываю. Заходят в храм, показываю. Родители этого не видят. Ему не за чем смотреть. Ему сейчас допрашивают, скажи, пока ты не ответишь. Зачем ты оборачивался? Он умрет, но не ответит. Не за чем. Он никого не видел, что кто-то прошел. На семь минут он разворачивается назад. Это бесовщина. Он в храме, перед нами святые иконы. Вздрогните маленько. Это нас надо уже арестовывать за то, что мы не смотрим за детьми и пришли в храм. Они ни разу не поклонились. Нас значит сегодня не меньше ста поклонных дома сделать ему. Ни разу не поклонились. Вы же видите, она стоит перед ним, она стоит столбом. Почему? А дома поклонных нет. А если бы вы утром, вечером хотя бы по сто поклонных делали, как мы делаем. Ни одного дня мы не пропустили, чтобы не сделали. Даем несколько раз. Сколько раз позвонит молиться? Столько раз сто поклонов. А если собить звонку, то снова сто поклонов. Это очень полезно. Поверьте моему опыту. И я это не придумал. Четки есть у мусульман и у буддистов. Во всех мировых религиях. Четки. Вы никак не можете это понять. А ты начни. Ты хочешь испытать учение Христа от Бога или нет? Начни исполнять. Я пошел этим путем. Я пытался узнать, учение Ленина какое, учение Гитлера. И понял, что все человеческое. Мудрое, но человеческое. Слово Христово Божественное. Я тогда достал Лесновку. Что-нибудь сделай там. Гаврошники какие-то насыпи. По пальцам считай. И ты увидишь, какая польза. Я на Лесновке прошел как по лестнице, по тюрьмам, по всем. Я каждый день молился пять раз. По полтора минимум часа. Пять раз. На одной молитве проехал. И после этого, когда спрашивали с пещенников. Как тебе будет? Было ли с кем такое отношение? Охранники. Заключенные становились рядом, молились сзади. Не было этого. Никто этого не видел, не слышал. Это молитва. Это поклоны. Я спросил человека, который помогает. Почему ты помогла мне, когда я был на психиатрии? Мне проверяют, нормально я или нет. И она приходила тайно. Она говорит, доехал ты сорок поклонов, утром кладешь в землю. А мама моя говорила, кто сорок поклонов в землю кладет, это от Бога. Она больше ничего не знает. Но я натолкнулся на такую, у которой предание от матери есть. Вот и все. Делайте походы. Мы православные. У святых Божих точно знаете, что надо. Это определенное. Аллилуйя, Аллилуйя, Слава тебе Боже. И здесь тоже. Маленько детей учите. Она не делает, потому что она не приучена. Она просто стоит по точке в руках деревьев. Смотрите, ей надо скорее отсюда убежать. Все это перед Богом. А вот теперь кто из нас вышел из себя? Кто бесноватый? Я с этой стороны хочу показать. Иоанн 10.20. Многие говорили, он одержит бесов и безумств. Что слушаете его? Вот обо мне-то сейчас так же думают некоторые. Здесь стоящие. Я это точно знаю. Что его слушаете? Он же больной. Когда к нам пришли люди, а эти люди никогда нас не знали, а потом церкви сказали. И главный, который был в Атайском крае, в Айдович, он в прошлом году говорит, «Да что вы им слушаете? Он же не нормальный. Он же в психиатрии был и прочее». Хотя, знаете, самое страшное мучение в Советском Союзе было – это злоупотребление психиатрии. Когда еще при Хрущевле он сказал, у нас нет врагов советской власти, есть больные. И всем заключать стали психиатрию. Я это перенес. Я 26 лет стоял на учете. А потом злоупотребление советской психиатрии. Теперь как реабилитация дается, как заключенному. Я испытал это. И поэтому говорю с полным основанием. Сегодня не каждый из верующих может показать, что ему пришлось перенести. Когда каждый сустав ищет свое место. Что они делают? Ну, по указаниям власти это делали. Мне это повредило или нет? Определенно нет, скажу. Не повредило. Я на эту тему могу говорить сегодня с вами. Почему считали Христа бессноватым? А вот дело все не так, как принято. Не так, как богословы учили. Я говорю, что монашество – это не признак духовной жизни, а бездуховной. Монашество породило мусульманство. И буддизма, может быть, не было бы. Они закрыли людей. Монашество, канонизация – это дерзкий вызов Богу. И Господь, написано, избрал двенадцать, чтобы шли и проповедовали. Он избрал с определенной целью. Для этого епископа ставят, для этого священника ставят, чтобы шел и проповедовал. И нас для этого Он избрал, чтобы шли и сеяли. Мы – служители Божие. Священодействие благовестия несем сегодня пойдем. И апостол, как апостолское чтение, сегодня считали – великое ли дело, если мы трудимся духовно, вы интересно поможете. Павел говорит – какое это дело? Одно с другим сравни. Так успевайте хотя бы этим послушать, чем можете. Некоторые еще ни рубля даже на это дело не дали, на благовестие. Сами не участвуйте. Поспешите. Завтра никто не будет звать. Конечно, когда просишь помочь, всегда ему только подавай. Поверьте, я ничего не беру. У меня все в достатке. У меня есть где жить дома. В моем доме живут люди в десять квартир, ни рубля не берут за квартиру. Я за всю жизнь за квартиру не взял ни рубля, ни с кого, ни разу. Полностью отдавал квартиры. Так что обвинения я могу опровергнуть очень легко. Я это стараюсь ради ваших душ. Не явитесь перед Богом бесплодными. Тебе сказали это. Тебе отлученный человек, еретик, сектанты заезжают. Отрежь и не пускай больше к себе. Не нужны они здесь. Не нужны. Принято решение не принимать. Зачем ты знаешь? Написывай, не приветствуй, не принимай в дом. Ты прямо нарушаешь восстановление Божие. Чего тут непонятно-то? Человек, который не слушал, совершенно чужой человек. Покайся сегодня, не жесточни сердце свое. И там написано сегодня, что мы читали евангельское чтение. И он что говорит? Прости ему. Я против тебя согрешил этими словами. Прости мне. Но выполни, что положено. У меня тоже братья есть безбожники. Я к ним не езжу. Она приехала. Я вышел только на улицу. Сестра Еберыча. Я вышел на улицу. В дом я ее уже не запустил. Написано так, что мужа я ей помог. А теперь она уже молится, что пришла к Богу. Марка 3.22. А книжники, пришедшие из Богословима, говорили, что он имеет беса в себе. Вельзеулу изгоняет беса в силу бесовской. Из Богословима это самые академисты, профессора, академики, доктора богословия. Они все исследовали, сравнили. Вот это с ними идет так. Вот это первый признак. Вот это второй. Нет, это не от Бога. А они не сравнивали с Писанием. Они сравнивали с тем, как они живут. Я тебе говорю по Писанию. Принимать в дом нечестивца не надо. Тем более пить, есть и на рыбалку с ним ездить. Это безумие полное. Полное отречение от Евангелия. Что-то непонятно. Я это говорю, значит, ты врагом не будешь. Но я люблю тебя. Нет, от этого не жарко, не холодно. Но тебе очень жарко будет. И дети такие же будут. Они не будут делать поклоны. Они не будут молиться. Ты потеряешь их и скажешь. Какие же они верующие? Сегодня уже нас судят. Какие они верующие? Поехали сейчас в город, повезли детей. Не принять нет. Я говорю, вот мы двое здесь. И оба принимаем на квартиру бесплатно. Что вам еще нужно? В чем судить общину? Когда мы двое из общины, уже оба принимаем. А ты всю сто процентов общину осудил. Ты обратился к нам. Молился об этом? Нет? А мы молились. По любому делу. Вопияй Богу. И ответы незаконно, говорит, показаны. Ты скажи, Господи, а кто бесноватый? Вот это бесноватый мне говорит. Или я бесноватый не слушаю. Из одного пояса уже тысячу раз на размещание делали. И дети все время без пояса бегают. И гости все. Прекрати это. Не надо тебе этого делать, брат. Сегодня ты еще брат. Завтра ты будешь окончательным врагом. Не надо этого делать. Мы же в храме Божьем стоим. Я ничего не требую своего. Я просто говорю, так написано. Лука 8, 19, 21. Пришли к нему матери и братья его. И не могли подойти к нему по причине народа. И дали знать ему. Матери и братья твои стоят? Нет. Желаю видеть тебя. Он сказал им в ответ. Матерь моя и братья мои, и суть слушающие Слово Божие, исполняющие его. Вот кто матерь. И это он сказал Богородице. В данном случае он как бы отрекается ее. Ты не слушаешь, а слушаешь слухи людей обо мне. А ты наслушал то, что сказали, он ведет себя ненормально. Лука 7, 33. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет. И говорят, в нем бес. Вот определили. А Христос ест, пьет, а друг внутренний грешник. Он тоже бесноватый. А как вам надо? Он сказал притчу им, когда детям играли, плохо, они не реагируют никак. Но я не такой пропагнит. Меня нет. Ну ты сам посмотри. Когда ты на занятиях был в последний раз? Когда? Какая причина, что ты не идешь в занятии много знаешь? Еще упрямство. Дикое, нечеловеческое упрямство. Ну ты молись, не рассуди. У нас день в лагере. Хороший день. День Порока Ильи. Когда ты был в последний раз там? У нас по два священника там было. Все равно не приходишь. Ну ты же не видишь, ты совершенно чужой. Ты ни в чем не участвуешь. Ты бы сегодня выехал, просто некуда ехать. Но остановись, еще не поздно. Я прошу вас, будьте внимательны друг к другу и молитесь. Прямо поминай и скажи, Господи, издали демонов отсюда. Я молился. А те, кто не ходил, они оба в храме. Я сегодня только день и ночь благодарю и благодарю. Бог услышал молитву. Нас ничто не разделяет. Мы любим одинакового Господа. Мы вместе спешим на благовестие. Это ответ Божий на молитву. Для тебя просто так, а ты не ответ на молитву. Лука 7.33 и Матфея 10.25. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Елизеолом, не тем, не более домашних его. Так что удивляться не надо. Если мы больные и сказали, что тысячи умных не могут опровергнуть, наверное, что-то в этом есть. На меня только злобятся. Но ни один священник, ни один епархиальный архиерей еще не поставили так вопрос. Ответы конкретно страницам по книгам вопросам. Не отвечают. Ваши книги не несут мира. Одна епархия ответила. Другая. Они не сходятся с нашим преданием. У меня ими говорили, что сходятся. Ты скажи мне, а они не по Писанию. Вот тогда будет это пригород. Даже человек ко мне не расположенный, но из сектантов, стал православным батюшком. Он написал книги. Все по Писанию. И человек очень и очень любит Бога и Писание. Это я могу сказать определенно. Хотя делать как Вы я не могу. Я привязан к семье и прочее. Но это по-честному. Я не могу. Так и скажи. Деяние 26-24. Когда он так защищался, Писание громким голосом сказал. Безумствуешь ты, Павел. Большая ученая, заводит тебя до сумасшествия. Ну ты так решил. Фест. Но мы сегодня знаем, что Павел не безумствовал. Послание его знаем. Где послание правительства Феста? Назовите людям и скажите. Где-нибудь. Феста знает кто, кроме верующих. И притом только с другой стороны. А он уже вынес резюме. Вывод определенный точный. Он хотел, чтобы его все послушали. Павла отнеслись как к безумному. Я говорю вам слова здравого смысла поэт Бога. И я вам говорю слова, основанное написание на нашем уставе. Не нарушайте их ради Христа истинного Бога. Скажи. Я искупленный кровью Христа чадок. Отойдите, дьявол не смущай. Ведь это дьявол смущает. Как ты раздражаешь самых бежных, близких людей, которые здесь с тобой. Нельзя этого делать. 1 Калифм 4.10. Мы безумный Христа ради. А вы мудрый во Христе. Мы немощные, а вы крепкие. Вы в славе, а мы в бесчерстве. Так что считать безумным человеком могут, а доказать не могут. А когда на поверхность приходят, все переворачивается. Павел говорит, мы безумных Христа ради. То есть со стороны людей смотреть я поступаю совершенно ненормально. Так не делается. Да, не делается. Но согласно Писанию, именно только так должно быть. Эта жизнь слишком коротка. Семнадцать лет потерять уже ушло. И я не знаю, буду ли нам следующий год отмечать день деревни. Тем более семнадцать лет. Видите, какая жизнь и какое наше здоровье. Но слово мое для вас останется. Будьте внимательны. Смотрите, что сказали о Господе. И где те люди, которые считали, что бес в нем. И поэтому не смотри на тебя, что будут говорить. Главное быть верным. Приходите в храм, детям нахажите. Где нужен поклон. Покажите. И встаньте рядом. Они не знают. Поставьте рядом с собой. Наклони ему голову. Я с собой ваших детей вставил. Они все делают хорошо поклоны. Вот это выворачивается. Но я определенно сегодня буду говорить. Да я говорил, он не слушает. Почему он победил тебя? Ты ему говорил, он не слушает. Ой, ребята, с тобой Господь. Я ради Господа буду говорить. Будут они слушать или не будут, а ты говори. Милостивый Господь, помоги нам донести Слово Твое сегодня на тех людей, которые могут прийти навстречу. Аминь.